Всем привет! В этом видео я расскажу про оптимизацию эффекта и про некоторые хитрости при работе с Particle System. И первое, про что я вам хотел рассказать, это про отличие скорости и силы частиц. Как вы видите, частицы с помощью силы движутся быстрее, потому что работает инерция. Поэтому направление частиц лучше всего задавать с помощью скорости, потому что с помощью силы они движутся не так, как нарисовано на кривой. Самая главная ошибка, которую допускают 3D-артисты, они вместо того, чтобы уменьшить время жизни частицы Lifetime, они уменьшают ее прозрачность. Из-за этого частица еще некоторое время оживет и нагружает систему. Вот вы видите, коллайдеры есть, а цвета нет. Много кто не обращает внимания на такой параметр, как максимальный размер частиц в вкладке Render. Он влияет на размер частиц по отношению к камере. То есть, если мы поставим на минимум, мы не сможем вблизи рассмотреть частицу, она будет постоянно отдаляться. Если мы поставим, допустим, на 10, мы сможем вблизи рассмотреть нашу частицу. Если в дальнейшем вам нужно будет изменять размер частиц с помощью Transform, нужно выставить режим масштабирования иерархическим. И когда вы будете изменять размер главного эффекта, размер дочерних тоже будет изменяться. При локальном режиме масштабирования размер будет оставаться прежним. Еще при изменении размера эффекта неправильно может работать гравитация. Поэтому в некоторых случаях гравитацию лучше заменить на скорость. Для этого нужно создать кривую от 0 к 1 и одно значение гравитации равно 4 значениям скорости. Если вам нужно сделать какой-то эффект при коллизии частиц с помощью скрипта, вам нужно обязательно поставить галочку Send Collision Message, чтобы отправлять сообщение вашему скрипту. Если вам нужно вынести на передний план какие-то частицы с одного эффекта, проще это сделать через вот эту сортировку в вкладке Render. Если таких эффектов много, можно еще использоваться с сортировкой по слоям. Например, вот. Также режим сортировки сильно влияет на визуализацию эффекта. Если просто оставить по умолчанию, не будет понятно, допустим, что вот это торнадо. Все частицы будут сливаться друг с другом. Поэтому я делаю сортировку по расстоянию. И самое главное, что я вам хотел рассказать, это то, что шум сильно нагружает систему. Поэтому шум лучше всего симулировать с помощью скорости. Нужно всего лишь создать 3 графика с трандомными значениями. Если тебе понравилось мое видео с озвучкой, поставь лайк, чтобы я знал делать такие видео дальше или нет. Продолжение следует...